Привет, друзья и коллеги! В этом видео расскажу про расширенные настройки Zoom, которые можно осуществить только в своем личном кабинете, то есть только в веб-версии на сайте Zoom. Некоторые из этих настроек очень сильно влияют на функционал вашей программы в тот момент, когда вы проводите конференции. Ну, например, невозможно демонстрировать флипчарт и давать возможность комментировать его участникам, если вы настройку комментарии не включили заранее. Точно так же невозможно пользоваться, например, опросами в платной версии или сессионными залами в любых версиях, если вы не настроили доступ к ним заранее через расширенные настройки. Поэтому сегодня покажу, как это делается. Итак, вы заходите на сайт Zoom в свой личный кабинет и заходите в мою учетную запись. В вашей учетной записи слева вы всегда будете видеть панель инструментов. Она достаточно обширная, можно в ней покопаться, посмотреть, какие настройки есть еще. Еще я вам расскажу основные настройки, которые важно установить до того, как вы будете планировать любую из конференций. Итак, настройки банально находятся либо в вкладочке настройки, либо еще один важный момент находится внутри так называемого управления учетными записями в настройках учетной записи. То есть и вот здесь, и вот здесь абсолютно одинаковый набор настроек. Показываю, в чем они заключаются. У вас есть три вкладки. Конференции, запись и телефон. Zoom работает так же, как телефонное соединение. Вы можете звонить по Zoom ровно так же, как вы можете, например, звонить по WhatsApp, Telegram и так далее. Для того, чтобы звонок по телефону мог совершаться из любой точки мира, вам достаточно выбрать страну, из которой будет происходить звонок. Соответственно, и настроить. Здесь достаточно просто все очень. Запись. Это настройки записи. То есть, что происходит в тот момент, когда вы записываете конференцию Zoom. Да, такая возможность есть. Как в процессе, так и заранее настроить запись. Что здесь важно? Локальный файл, локальная запись. Это запись на тот компьютер, с которого сейчас человек либо проходит конференцию, либо проводит как организатор. Соответственно, если вы ставите эту галочку, если вы устанавливаете эту настройку, то появляется кнопка записи внутри клиента Zoom. И у участников, и у организаторов появляется возможность записывать конференцию. Облачные записи примерно та же самая история, но запись сохраняется не на ваш компьютер, а запись сохраняется в облако. И здесь же в ваших учебных записях находится буквально на одну строчку выше в настройках. Также вы можете настроить, каким именно образом происходит облачная запись. То есть, записывается ли только аудиодорожка. Или вам достаточно, чтобы была запись экрана и такого видео, как мы сейчас с вами проходим. Нужно ли сохранять сообщение чата, или этого тоже делать не нужно. Сразу обращу ваше внимание, что видеозапись Zoom никогда не сохраняет чаты. Чат сохраняется в виде отдельного текстового файла, если вы поставили вот эту галочку. Соответственно, если вам важно, какие вопросы, например, участники писали в чате, какие ответы они давали, какие данные они оставляли в чате, в этом случае вы нажимаете галочку и устанавливаете такую настройку по умолчанию. Это значит, что все следующие конференции, которые будут запланированы, будут происходить вот с такими настройками записей. Что еще можно сделать? Можно вот такие расширенные настройки облачных записей, только облачных, обращая внимание, установить. Например, временную метку установить. Будет показываться время точное и дата проведения этой записи. Миниатюры записи при совместном использовании экрана, например. Имена участников на записи показываете. Здесь важно, конечно же, их разрешение получить на демонстрацию этих имен. Либо, если вы хотите в свое личное пользование эту запись, тогда галочку убирайте, и, соответственно, имена участников показываться не будут. Будут показываться только либо аватарки, либо фотографии участников. Оптимизировать запись для стороннего видеоредактора. Я рекомендую эту галочку оставлять, потому что, возможно, вы будете эту запись потом конвертировать в какой-то вид. По умолчанию она сохраняется в MP4. Сохранить чат организаторов в записи, если вам это необходимо. Сохраняйте настройки. Автоматическая запись. Если автоматическая запись происходит, сразу укажите, куда нужно, чтобы она сохранялась. Либо на компьютер, и тогда по умолчанию сразу же будет выбран компьютер, либо в облако. Также есть вот такие настройки, связанные с доступом к IP-адресам. Просмотр только для авторизованных пользователей. Я, в принципе, не рекомендую давать ссылку на Zoom записи с сервера. Пожалуйста, копируйте себе записи, выкладывайте на какие-то сторонние ресурсы, только после этого используйте. Просто во избежание попадания к вашим данным нежелательных пользователей. Требовать пароль для общего доступа к записям в облаке. То есть, смотрите, вот эти настройки 4, которые я показываю ниже, они относятся к тем записям, которые хранятся в облаке в вашей учетной записи. То есть, хранятся вот здесь, во вкладочке записи. Что еще можно установить? Можно установить согласие на запись. То есть, запрашивать у участников согласие на запись перед началом. Если вы установите эту галочку, участники будут получать уведомление и смогут либо согласовать, либо отклонить это разрешение. Что важно установить обязательно? Без чего точно нельзя включать запись Zoom? Это голосовое оповещение. То есть, если эта галочка включена, то каждый участник, который заходит в конференцию, слышит сообщение о том, что производится запись конференции. Пожалуйста, не забывайте включать вот эту настройку. Эти настройки касаются, еще раз повторюсь, записей, которые делаются в Zoom. А теперь к самому интересному. Настройки конференции. Настройки конференции намного более обширны. Их очень много, поэтому буду рассказывать прямо по порядку. Есть ряд настроек, которые у нас по умолчанию с вами включаются в тот момент, когда мы планируем конференцию. Например, видеоорганизаторы, видеоучастников. Про них уже рассказывала. Я стараюсь сделать это выключенным для того, чтобы у участников была возможность адаптироваться к системе в тот момент, когда они подключились. И когда нужно включить свою видеозапись, тогда, когда они готовы посвятить лицом в кадр. Если вы проводите, например, уроки или какие-то обязательные мероприятия, естественно, вы эти галочки ставите, то есть вы эту настройку включаете для того, чтобы сразу же все камеры были включены в момент входа участников в конференцию. Способы подключения к аудиоконференции. Как я уже говорила, к Zoom можно подключаться и по телефону, то есть только на звонке по телефону и через компьютер, либо через оба устройства. Я по умолчанию всегда ставлю оба устройства, потому что есть люди, которые к моим собраниям, например, могут подключаться по телефону, и мне этого достаточно. Соответственно, если проводите какие-то учебные мероприятия или только собрания, которые требуют использования компьютера или хотя бы смартфона, в этом случае используйте звук компьютера. Что еще здесь можно установить? Так же, как в планировании конференции, вход раньше организатора. Про него уже рассказывала в видео про планирование конференций. Если вы включили эту настройку, участник может зайти по ссылке до того, как организатор зайдет в конференцию. Чем это чревато? Например, люди могут сильно заранее заходить в конференцию, и если у вас установлена автоматическая запись, то эти действия также будут записаны. То есть тогда длительность ваших записей будет очень большая, либо на облаке, либо на компьютере. Но и при этом, если вы не хотите, чтобы в ваших конференциях присутствовали незапланированные, неприглашенные пользователи, я рекомендую эту функцию также отключать изначально. Что еще здесь есть? Используйте идентификатор персональной конференции. Соответственно, идентификатор персональной конференции используйте, пожалуйста, только для проверенных собраний и совещаний, то есть только для проверенных конференций. Для всех остальных, для разовых мероприятий используйте автоматическую генерацию. Про нее я рассказывала в видео о планировании конференции. Используйте идентификатор персональной конференции для начала мгновенной конференции. Если мы сейчас посмотрим наверх, то на главной странице Zoom у вас сверху всегда будет три кнопочки «Запланировать конференцию», «Войти в конференцию» и «Организовать конференцию». Так вот, мгновенная конференция – это как раз кнопочка «Организовать». Если я сейчас нажму с видео, у меня сразу же включится конференция без дополнительных настроек времени, длительности, названия, даты и так далее. Она начнется сразу. И в этом случае она у меня начнется с использованием персонального идентификатора конференции. Вот для чего нужна мгновенная конференция, то есть совершить звонок. К конференции могут подключаться только авторизованные пользователи. Если вы устанавливаете эту настройку, то только люди, у которых есть личный кабинет в Zoom, смогут зайти в вашу конференцию. Это неким образом обезопасит вас от несанкционированного проникновения неизвестных пользователей, но не на 100%. Что еще важно? Некоторые почему-то настройки вот так английскими отображаются, тем не менее, только авторизованные пользователи могут присоединяться к вашей конференции. Соответственно, если эта настройка включена, то только люди, мало того, что имеющие учетную запись в Zoom, но и авторизовавшиеся в ней смогут зайти в вашу конференцию. Никто больше. С одной стороны, это создает сложность вашим пользователям, потому что для попадания на вашу конференцию им нужно заранее зарегистрироваться, авторизоваться перед конференцией, и только потом они смогут зайти. С другой стороны, это обезопасит вас от так называемых пранкеров, которые сейчас развилось очень много. Что еще здесь есть в настройках? Требовать установку пароля при планировании новых конференций. Опять же, вот эту настройку вы по своему желанию устанавливаете, здесь никаких рекомендаций дать особых не могу. Нужен пароль, значит ставите. Соответственно, требовать установку пароля для идентификатора персональной конференции, то есть это общая генерация, это персональная. Соответственно, если обе настройки поставлены, это значит, что при любом планировании, вне зависимости от того, какой у вас идентификатор, персональный используется или случайный, будет требоваться пароль, который вы ввели. Любой пароль вы можете установить, в любой момент можете его изменить. Помните, пожалуйста, что пароль можно поменять до того, как люди зашли в конференцию, то есть если не зашли со старым паролем, они там так и останутся, даже если вы пароль поменяете. Что еще можно настроить? Включить пароль в ссылку на конференцию при подключении одним нажатием. Если вы установили пароль, то, пожалуйста, эту настройку тоже включите. Что она будет значить? Она будет значить, что когда вы сгенерите, вернее, когда система сгенерит ссылку на ваше мероприятие, внутри этой ссылки будет зашифрованный пароль, а это значит, что участникам при клике на эту ссылку не придется вводить пароль еще раз для входа в конференцию. То есть те люди, у которых есть ссылка, смогут без пароля зайти в вашу конференцию. В связи с этим, если такие настройки установлены, тоже, пожалуйста, помните о том, что не нужно светить ссылки своих конференций на общих ресурсах. В Твиттере, в Фейсбуке, в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграме, в Ватсапе, нигде, пожалуйста, в общих группах не рассылайте персональный идентификатор конференции или ссылки на свои конференции, дабы эти ссылки не разбежались по интернету. Только в персональных сообщениях, пожалуйста. В этом случае тогда вы себя обезопасите от пранкеров. Требовать ввод пароль от участников, подключающихся с телефона. Эту настройку тоже можно установить, если есть люди, которые будут подключаться только по телефону, то есть только на аудио, в вашу конференцию. При этом тогда помните, что экрана не будут видеть, и они будут только слышать то, что вы говорите. Если вы установили эту настройку, то людям также нужно будет ввести числовой пароль. То есть он будет отличаться от того, который должны будут ввести люди в компьютерной версии, но при этом пароль также нужно будет ввести, и числовой пароль вы всегда увидите в ссылке на организацию конференции. То есть как только вы ее запланируете, вы сразу увидите все учетные данные, в том числе пароли. Вот эта настройка используется при планировании конференции, в том числе отключать звук участников после входа. Соответственно, я всегда рекомендую эту настройку устанавливать для того, чтобы дать возможность участникам войти в систему, прийти в себя, включить все аппаратуры, только после этого включить свои микрофоны. То есть всегда есть возможность у участников включить свои микрофоны в процессе конференции. Это не значит, что на протяжении конференции они у них будут выключены, ни в коем случае. Только при входе. Напоминание о предстоящей конференции. Это напоминание будет срабатывать только у тех, у кого есть Zoom Desktop клиент. То есть если у людей установлено приложение на компьютере, то есть программа на компьютере Zoom, то в этом случае, в этой программе им всплывет уведомление о предстоящей конференции. Штука на самом деле, на мой взгляд, бесполезная, потому что эти уведомления не видны, они не приходят тем людям, у которых установлено, например, мобильное приложение. Поэтому используйте и надеяться на то, что Zoom сам напомнит о предстоящей конференции, просто не приходится. Что еще? У нас остались с вами два больших блока настроек предварительных. Это базовые настройки и расширенные. Итак, чат. Друзья мои, чат, вы можете, возможность чата вы можете настроить предварительно. То есть если у вас не включена эта настройка, чат ваши участники не увидят, можете даже о нем не говорить. То есть если я нажму вот так, это значит, что все участники моей конференции никогда в жизни не увидят чат и не смогут переписываться. Я возвращаю эту настройку обратно. Соответственно, любой участник, который будет участвовать в моей конференции, будет видеть возможность пообщаться с другими с помощью текста. При этом есть вот такая дополнительная настройка «Запретить участникам сохранять чат». Если вы не хотите, чтобы кто-то, кроме вас, имел возможность чат сохранить, переписку, данные, которые там находились и так далее, вы можете нажать вот эту галочку, и тогда у вас будет возможность сохранить результаты чата и то, что там было внутри. А у участников нет. Сохраняю. Как вы видите, зум очень интуитивно понятный, потому что в каждый момент времени вы видите вот такие подсказки, которые рассказывают вам, что произойдет, если вы нажмете на кнопочку. Что есть еще? Приватный чат. Приватный чат – это возможность внутри общего чата отправлять сообщения персонально отдельным пользователям. Если вы не хотите, чтобы участники имели такую возможность, соответственно, мы эту настройку убираем. То есть чат, предположим, мы хотим оставить, чтобы общее общение было между участниками, а чтобы они отправляли друг другу индивидуальное сообщение, мы не хотим. В этом случае мы приватный чат отключаем. Включаю его обратно, потому что своими разрешаю им пользоваться. Автосохранение чатов. Об этом я уже тоже говорила. Если нажать эту настройку, то автоматически по умолчанию чаты будут сохраняться. И, соответственно, автосохранение чатов работает, как вы видите по уведомлениям, только тогда, когда вот этой галочки нет. То есть автосохранение работает в обе стороны, как для участников, так и для организатора. Соответственно, если вы эту галочку поставили, это значит, что автоматическое сохранение чатов будет невозможно. Вам нужно будет эту галочку просто ставить при планировании конференции. Воспроизводить звук при входе или выходе участников. Это такой звоночек, который раздается в тот момент, когда участники подключаются или отключаются от собрания. Сразу же предупреждаю, что если участников у вас больше 12, лучше отключить это звуковое уведомление, иначе будет блямкать постоянно, пока кто-то заходит или выходит. Передача файлов. Это также настройка, которую можно сделать только перед конференцией. Если вы ее включаете, участники могут передавать различные файлы через чат. То есть передавать друг другу презентации, файлы Word, Excel, PowerPoint, какие-то фотографии, ссылки на видео и так далее. Если, соответственно, такая возможность нужна, заранее ее, пожалуйста, включите перед тем, как планировать конференцию, потому что во время планирования конференции эта функция уже недоступна. Это нужно сделать до. Что еще важно? Обратная связь зума – это такая незначительная настройка, можете ее отключить. отображать опрос обратной связи в конце конференции. Не обольщайтесь, это обратная связь от зума. Также это не ваша обратная связь, это не ваша анкета, это анкета зума, поэтому, пожалуйста, тоже на эти две настройки обратите внимание. Если вы хотите, чтобы зум получал от ваших пользователей обратную связь, тогда включайте, если нет, значит нет. Соорганизатор, коллеги, это функция, которая позволяет в самой конференции сделать нескольких людей организаторами. То есть у соорганизатора такие же функции, такие же элементы управления, как и у организатора. Если у участников они могут быть зауженными, то соорганизатор имеет все же, такие же возможности, как организатор. Ну, например, у вас есть три человека, которых вы хотите сделать ведущими, ведущими модераторами. И в процессе конференции вам нужно участников объединить в три группы, у каждой из которых должны быть модераторы. Соответственно, у вас будет три соорганизатора, и всех остальных участников вы сможете с помощью сессионных залов объединить в три комнаты. А дальше уже соорганизаторы могут по отдельности в каждую из этих комнат зайти. То есть используйте эту функцию, если вдруг вам нужен человек с такими же правами, как у вас. Соорганизатор не дает возможности проводить две или три конференции одновременно. Пожалуйста, помните, что Zoom обмануть невозможно, если у вас куплена профессиональная лицензия, она куплена на одного организатора. То есть если у вас не бизнес-тариф на несколько организаторов, а профессиональный тарифный план, Zoom не даст вам, даже с паролем организатора, даже с кодом организатора, в одно и то же время проводить разные конференции. Если кто-то, организатор, будет в одной конференции, вторая конференция автоматически закроется. Опросы. Опрос, насколько я знаю, это прерогатива платной версии, при этом никаких суперспособностей у этого опроса, к сожалению, нет. То есть вы можете создать опрос, в котором будут либо вопросы с одиночным выбором ответа, либо вопросы с множественным выбором. Все. То есть этим на текущий момент ограничен функционал опросов в Zoom. Если вам нужно что-то типа короткого тестирования провести, вполне себе подойдет. То есть вы задаете, как вы можете включить эту настройку, и тогда у вас будет возможность как при планировании конференции опрос создать, и я показывала, что такая кнопочка при планировании конференции есть. А также вы можете любой опрос в процессе конференции создать. Вот сразу же здесь онлайн, для того, чтобы участники могли его пройти. Поэтому, если вы включили эту кнопочку, соответственно, у вас в панели инструментов в Zoom появляется такая кнопка, как опросы. Всегда показывать панель инструментов управления конференцией. Как вы видели на моих видео, у меня панель плавающая, то есть если я долго ей не пользуюсь, она, соответственно, у меня исчезает с экрана. Если мне нужно ей воспользоваться, я буквально мышкой навожу на нижнюю часть экрана, и она у меня появляется. Мне так удобнее, вы выбирайте сами, как удобнее вам. Показывать окна Zoom во время трансляции экрана. Соответственно, окна Zoom это окна участников, там, где висят их аватарки или видео. Если вы демонстрируете экран, вы можете их видеть, а можете не видеть. Рекомендую все-таки эту функцию включить, потому что вдруг во время демонстрации вам нужно будет кому-то из участников обратиться или, например, дать обратную связь или задать какой-то вопрос. Поэтому включайте, тогда у вас будет возможность видеть и свой экран, когда вы его демонстрируете, и в определенной части экрана будете видеть панельку с тем, как выглядят участники. Демонстрация экрана. Если эта функция включена, у вас есть возможность демонстрировать экран. Все просто. И здесь вы просто указываете, кто имеет право это делать. Только организатор или все участники. И еще вы можете задать такую настройку, кто может включать свою трансляцию, если чья-то трансляция уже идет. Соответственно, здесь вы тоже можете эту настройку для себя определенным образом выставить, как вам нужно. Помните, пожалуйста, что все настройки, о которых я сейчас рассказываю, по умолчанию действуют для всех конференций, которые вы запланировали. То есть они действуют по умолчанию. Если вы хотите, чтобы в какой-то из конференций были другие настройки, вам нужно будет перед этой конференцией зайти сюда, поменять настройки и после этого проводить конференцию. Если следом за ней идет конференция, в которой нужны обратные настройки, соответственно, вам также нужно будет зайти, поменять здесь и потом только выходить в конференцию. То есть все, что я сейчас показываю, действует на все конференции, которые у вас будут проходить. Отключить трансляцию рабочего стола и экрана для пользователей. Это такая специфичная настройка, потому что в Zoom есть возможность как отдельное приложение транслировать, так и весь экран. Соответственно, здесь выбираете сами. То, о чем говорила. Два интересных комментария, вернее, две интересных настройки. Комментарий и доска сообщений. В Zoom есть так называемый флипчарт или доска сообщений, на котором вы совместно с участниками можете что-то делать. Устраивать мозговые штурмы, рисовать картинки, давать возможность участникам поштурмить и какие-то свои идеи записать и так далее. Соответственно, чтобы такая возможность у участников была, нужно включить настройку доска сообщений. При этом, видите, я установила себе настройку автоматически сохранять содержимое доски сообщений. То есть, буквально, я когда провожу тренинги, я очень часто использую либо листы флипчарта, либо маркерные доски, на которых участники выполняют задания. И мне после тренинга важно либо фотографии сохранить, да, в живом тренинге, либо листы сохранять. Вот здесь примерно та же самая история. То есть, участники что-то сделали, вы по умолчанию, когда закроется конференция, в папочке Zoom, всегда можете увидеть сохраненные чаты и сохраненные вот эти флипчарты того, что делали участники. И здесь тоже очень важный комментарий. Если участники объединяются в сессионные залы, а у вас есть вот эта настройка, то их флипчарты тоже сохранятся. Если вот этой галочки нет, вы эти флипчарты не увидите, и тогда нужно будет просить участников их фотографировать для того, чтобы потом в общей группе, в общем зале показать результаты своей работы. Имейте, пожалуйста, это в виду. То есть, если эта галочка не стоит, то вы не увидите результаты их работы. Вы их сможете, если галочка проставлена, то вы сможете увидеть эти результаты только в своей папке на компьютере. Участники продемонстрировать и рассказать про это в любом случае не смогут. Комментарии. Немножко возвращаясь назад. Разрешите участникам использовать инструменты комментирования на совместно используемых экранах. Очень часто комментирование используется именно с доской сообщений, потому что это панель, которая позволяет рисовать, которая позволяет добавлять текстовые вставки, стрелочки, символы и эмоджи. Соответственно, доска комментирования, если вы ее включаете, она будет доступна участникам. Во время конференции, то есть, во время проведения, также есть возможность включать-выключать комментарии. То есть, даже если вот здесь настроечка есть, вы можете ее всегда отключить в процессе проведения конференции. Если вот эта настройка стоит, ее в процессе проведения конференции уже вы отключить не сможете. Единственное, что вы сможете сделать, это не включать доску сообщения, например, чтобы ей не пользовались. Дистанционное управление. По умолчанию рекомендую эту настройку отключать, опять же, для безопасности, чтобы не было возможности у других пользователей дистанционно перехватывать управление. невербальная обратная связь это эмоджи, которые есть в списке участников. То есть, когда вы открываете конференцию и открываете список участников, у участников есть возможность не просто отправлять в чате слова, а отправлять так называемые эмоджи. Палец вверх, палец вниз, чашечка кофе. То есть, если вы зайдете в список участников, вы увидите в нижней части как раз перечень этой значков. Быстрее, медленнее, поднять руку, помахать и так далее. То есть, это то, что позволяет повысить групповую динамику в процессе проведения онлайн-миноприятий. Разрешать удаленным участникам повторное подключение. Удаленным в смысле тем, которых вы удалили из конференции. Здесь, по своему усмотрению, устанавливаете эту настройку. Здесь, почему-то, также на английском языке настройки названы, при этом поясню. Разрешать участникам переименовывать себя в чате. участники, когда регистрируются в зоме или когда заходят в конференцию, могут указать абсолютно любое имя. Реальное, нереальное, неважно. И при этом, если вам нужно и важно, чтобы участники себя каким-то образом переименовали, тогда эту функцию включаете. И в процессе конференции они могут себя переименовать так, как хотят, например, чтобы к ним обращались в процессе. и вот это тоже такая, ну, скорее для визуалики настройка показывать картинки, картинки, аватарки участников в списке участников. То есть, если включить эту настройку, соответственно, вот у меня есть аватарка, она будет видна. Если эта настройка выключена, вы будете видеть просто первые буквы имени человека. То есть, в таком кружочке первые буквы имени. и приходим к расширенным настройкам конференции. Тоже такой большой блок здесь. Итак, на что здесь важно обратить внимание? Эту настройку я рекомендую оставлять как есть. Она такая базовая. Сессионные залы, коллеги, если эта настройка не включена, кнопку сессионные залы в зуме вы не увидите. Поэтому сначала заходим сюда, включаем возможность сессионных залов, включаем возможность разрешения организаторам назначать участников при планировании. Тогда, если вот эта галочка включена, в процессе уже планирования конференции мы можем назначить участников сразу же в сессионные залы. То есть, когда они будут заходить в конференцию, они попадут не в общую конференцию, например, а сразу же в две комнаты. Если вы настроили, соответственно, пока эта настройка не включена, кнопку сессионной залы в зуме вы не увидите. Будьте, пожалуйста, внимательны. Удаленная поддержка. Это удаленная поддержка другим участникам в формате один на один. И здесь это касается организатора. Если вы включите эту настройку, соответственно, у участников будет возможность запросить у вас удаленную поддержку. То есть, дать вам знать в системе, вам придет уведомление, что участник просит вашей помощи. Субтитры по требованию. Разрешить или не разрешать субтитры, тоже по своему усмотрению ставите. В зависимости от того, насколько вам нужны эти субтитры в процессе и насколько они нужны вам при записи. То есть, вот эти две настройки касаются субтитров. Управление удаленной камерой. Вот здесь я рекомендую все-таки выключать, потому что, опять же, это зависит от того, насколько вам известны участники, находящиеся вашей конференции. Я пока не встречалась на самом деле с мероприятиями, в которых мне требовалось бы, чтобы кто-то другой управлял моей камерой. Ну, вдруг вам это понадобится, тогда включите. Групповое HD-видео. Рекомендую выключенным оставлять коллеги, потому что, если вы включаете HD-видео, то очень резко возрастает нагрузка на сеть. А как мы знаем, все баги, все трудности в Zoom или на других дистанционных платформах, они возникают, ну, то есть, прерывание сигнала, голос робота, зависание изображения, пропадание изображения, выкидывание людей из конференции и так далее, все это происходит от недостаточного уровня сигнала в сети. Поэтому HD-видео не рекомендую включать, это, конечно, классная история, это качественное видео, которое можно потом обрабатывать и куда-то выкладывать, но, к сожалению, далеко не все сети, не все участники могут обеспечить вот такое качество интернета, чтобы групповое HD-видео получилось хорошим и не пострадала ваша конференция. Виртуальный фон это такая интересная игрушечка, если вы включаете эту настройку, то в процессе конференции вы можете установить сзади себя любой виртуальный фон, то есть, выбрать любую картинку хорошего качества в интернете, загрузить ее в Zoom, и когда вы заходите в сам клиент, то рядом с кнопочкой камеры у вас есть такой белый треугольник, расширенные настройки видео. вы в любой момент времени можете установить, поменять виртуальный фон, то есть быть на фоне пляжа, быть на фоне небоскреба и так далее. Это скорее такая история, если вы находитесь в помещении, которое вам нужно перекрыть каким-то фоном. При этом на что прошу обратить внимание, коллеги, виртуальный фон работает только при определенных настройках вашей аппаратуры, то есть, если у вас современный ноутбук, двух-трех летней давности, если у вас обновленная операционная система, если у вас установлены драйвера на видеокарту, в этом случае виртуальный фон сработает. Если чего-то из этого не хватает, то у вас виртуальный фон будет очень размытым, некрасивым и в том числе будет скрывать часть вашего лица. Поэтому попробуйте сначала его перед конференцией использовать, если все хорошо, если вы картинку видите отчетливо, а себя в этой картинке тоже, это значит, что виртуальный фон у вас работает хорошо, технические характеристики вашего устройства позволяют его использовать. Определить приглашенных участников конференции веб-семинара. Эта настройка позволяет вам отделить гостей от тех людей, которым вы непосредственно направляли ссылку. Здесь можно подробнее прочитать, написано, о чем эта настройка. Мне она обычно не требуется. группа автоответов в чате. Если необходимо, вы можете настроить в чате автоответчик, такой мини-бот, который будет участникам выдавать определенного рода вопросы или ответы. Я по умолчанию его убираю, то есть мне сейчас эта функция не нужна. Показывать адрес электронной почты по умолчанию только при отправке электронных писем с приглашением. Вот здесь тоже, пожалуйста, внимательно читайте настройку, я по умолчанию ее отключаю, потому что все-таки законы персональных данных никто не отменял. И, соответственно, у меня, например, прежде чем собирать персональные данные или использовать эти персональные данные, я должна получить письменное соглашение своих пользователей. Дальше. Использовать плагин Outlook. Это уже такие специфичные настройки. Если у вас почтовый клиент Outlook на компьютере установлен, то, соответственно, нажав эту кнопочку, вы сделаете так, что в вашем Outlook в календаре появится кнопочка Zoom. И при планировании какой-то встречи и мероприятия вы сможете быстренько через один клик добавить ссылку на Zoom. Разрешить пользователям выбирать стереозвук в настройках клиента. Это тоже специфичная настройка. Скорее такое баловство, нежели функционал. Разрешить пользователям выбирать оригинальный звук в настройках клиента туда же. Скорее баловство такое, но при этом вдруг кому-то кто-то будет в определенного рода наушниках сидеть. Выбирать регион. И здесь тоже регион, откуда может быть совершен звонок. Соответственно, вот здесь вы можете выбрать определенные регионы, откуда может быть, может производиться набор номера. Зал ожидания про него рассказывала. И, соответственно, при планировании конференции вы также можете включить или выключить зал ожидания. и при этом вот здесь в этой настройке вы можете указать, кто попадает в зал ожидания. Либо все участники, либо только гости. Вот кто такие гости? Наведем на вопрос приглашенные пользователи, которые не работают, например, в организации или не выполнили вход в Zoom. Тогда они будут попадать в гостевых, предположим. Я, например, если уж ставлю зал ожидания и фильтрацию, тогда, соответственно, я делаю это для всех участников. Показать ссылку в IT из браузера. Эта настройка коллеги работает тогда, когда, например, вы не уверены, что у участника есть приложение на смартфоне или программа на компьютере. В этом случае, включив эту настройку, вы можете сделать так, что человек без программы, без приложения сможет зайти в Zoom просто из веб-версии. Поэтому, если участники у вас разные, если вы не хотите их утруждать скачиванием приложения, установкой дополнительной программы на свой компьютер, вы включаете настройку и тогда они просто через веб-версию Zoom, то есть буквально через такое же окошко, в котором нахожусь я, смогут присутствовать и участвовать полноценно в конференции. Разрешить трансляцию конференции. Это в платной версии есть такая настройка на Facebook, в рабочую зону Facebook, на YouTube и через определенную индивидуальную службу по такое вещание. Ну, если я сюда нажму, то, соответственно, мне нужно будет указать, какая служба. Что это значит? Это значит, что в процессе проведения конференции, как я уже рассказывала, и я показывала это в том числе в настройках конференции, в видео, я могу сразу же настроить, куда должна транслироваться моя конференция Zoom. Это либо тогда одна служба, либо другая. К сожалению, в несколько служб нельзя транслировать, только в какую-то одну. Это будет прямой эфир. То есть вы будете вести конференцию Zoom, и то же самое будут видеть участники в социальной сети. Уведомления по электронной почте это уведомления вам, не участникам, друзья мои. При наличии облачной записи, то есть это те уведомления, которые Zoom будет вам отправлять на электронную почту. И, соответственно, другое, это тоже такое, такие фишечки скорее, переключатель размывания снимков iOS. То есть пользователи с Apple, с iPhone или с iPad, они, соответственно, смогут размыть свое, например, изображение, свой фон. То есть не просто задний фон поставить, а размыть все, что за их спиной находится. Электронное письмо с приглашением. Как настраивается и на каком языке, например, это происходит. Привилегия планирования. Ну, здесь, соответственно, если есть несколько организаторов, если у вас другой тарифный план, подразумевающий нескольких организаторов, тогда эта настройка она вам может быть полезна. Коллеги, на этом настройки общие закончились. Еще раз повторюсь, что ключевые настройки, которыми, скорее всего, вы будете пользоваться, это доска сообщений, комментирования, сессионные залы, чат, приватный чат и настройки записи. Пожалуйста, сделайте это до того, как будете начинать какую-то конференцию. И тогда нужные вам кнопки появятся в вашей конференции. Если остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите под этим видео. Пока!